Если вы взяли свои Библии, то откройте книгу Иоанна 14 главу. Иоанна 14 глава, 27 стих. Вот что Иисус говорит в 27 стихе. Давайте прочитаем этот стих вместе. Готовы? Читаем. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Суть в том, что вы приняли ответственность, не позволили своему сердцу смущаться. Бог никогда не говорит то, что невозможно исполнить. Послушайте этот же стих в расширенном переводе. Там сказано, «Мир я оставляю с вами. Мой собственный мир я даю и завещаю вам». «Ни как мир дает, я даю вам». «Да не смущаются сердца ваши, и да не устрашаются». Перестаньте позволять себе волноваться и тревожиться. Не позволяйте себе страшиться и пугаться. Страшиться – значит испытывать страх или робость, быть трусливыми или неуверенными. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что каждый раз, когда Иисус говорит, «Да не смущается сердце ваше», Он имеет в виду, что вы должны перестать волноваться и тревожиться. И если вы ждете, чтобы Бог это остановил, то знайте, что Он не будет этого делать. Он говорит, что именно вы должны принять эту ответственность. А она лежит на вас. Вам решать, будете вы волноваться или нет. Вы должны перестать это допускать. И когда мы начинаем волноваться или тревожиться, когда мы говорим о волнении, то подразумеваем сильный накал эмоций. Вы сами позволяете этому происходить. И если вы можете позволить себе начать волноваться или тревожиться, то, соответственно, вы можете себе этого и не позволить. Я говорю о том, что ответственность лежит на вас. Долгое время христиане во всем обвиняли дьявола. Но мы должны принять ответственность за волнение и тревогу. Это как вода, стекающая со спины утки. И мы, народ Божий, должны научиться делать так, чтобы некоторые вещи стекали с нас, как вода со спины утки. Ведь если вы не будете так поступать, подумайте сами. Бог неспроста рядом с нами. И когда он говорит, чтобы мы перестали позволять себе волноваться и тревожиться, то на это есть причина. Не так ли? Так что не позволяйте себе волноваться и тревожиться. Вот что сразу приходит мне на ум, когда я открываю перед этим двери и позволяю всему этому происходить, вместо того, чтобы этому противостоять и отнестись к этому достаточно серьезно, чтобы принять решение и уйти от этого, то каков будет результат всех этих волнений и тревог, в которых я буду находиться? Кто из вас понимает, о чем я говорю? У вас были времена, когда вы пребывали в волнении и тревоге. И если вы не были к этому внимательны, то проводили почти весь день в таком состоянии, из-за того, что кто-то что-то сказал или сделал в конкретной ситуации. Но знаете, жизнь слишком коротка, чтобы постоянно волноваться и тревожиться. Я знаю людей, которые постоянно тревожатся. И я сейчас не говорю о тех, кто вообще в невменяемом состоянии. Но я говорю о повседневных вещах. Если посмотреть вокруг, то можно найти много вещей, которые способны привести нас к волнению. Вы можете волноваться из-за того, что происходит в политике, из-за того, что происходит у вас в семье или на работе. Но вы должны принять на себя ответственность за то, как вы будете проявлять свои эмоции. Вы не должны позволять вашим чувствам управлять вами. Наоборот, вы должны научиться, как брать власть над своими эмоциями, волнениями и эмоциональным расстройством. Все очень просто. Сатана знает, что негативные эмоции — это чувства внутри вас, цель которых — вас уязвлять. И когда эмоции внутри вас начинают бурлить, вы должны взять над ними контроль, иначе вся ваша жизнь тоже начнет бурлить. Это напоминает стиральную машинку. Я стирал сегодня вещи. Я положил их в машинку, добавил порошка, а затем сел и начал смотреть на процесс стирки. И вот я сижу и думаю, а ведь благодаря машинке вещи крутятся по кругу, так близко друг к другу, как никогда раньше. Они выполняют функцию мешалки. Кто из вас знает, что в вашей жизни тоже есть такие мешалки? Если вы скажете, я буду стоять на Божьем слове, я изменюсь, сосредоточусь, дисциплинирую себя, то к вам придет такая мешалка и скажет, «Нет, я постараюсь тебя расшевелить. Я постараюсь увести тебя от веры, от того, во что ты веришь, от твоего воздержания. Я просто обязан увести тебя от всего этого». Но единственное, что может сделать враг, это подбрасывать вам мысли, которые будут ускушать вас и стараться увести от Бога. Если вы позволяете волнению достаточно долго пребывать внутри вас, то оно начинает уводить вас от Бога. У вас уже нет радости. Вы на всех злитесь. Люди говорят вам, «Привет, как дела?» А вы отвечаете, «Да ну тебя!» «Но я же ничего тебе не сделал!» «Почему это ты так со мной разговариваешь?» Так что перестаньте позволять себе волноваться и тревожиться. Повернитесь к соседу и скажите, «Перестань позволять себе волноваться и тревожиться». И в следующей части стиха сказано, «Не позволяйте себе бояться, пугаться, быть трусливым, раздраженным или неуверенным». Все это основывается на страхе. Это говорит мне о том, что будет, если я не перестану волноваться. Что происходит в результате волнения? Проявляется страх. На самом деле, дамы и господа, вам стоит обратить на это внимание. Я считаю, что страх — это эмоциональная проблема, которая работает в совокупности с волнением. Ведь в большинстве случаев, когда человек начинает волноваться или тревожиться, он делает это из-за страха. Я приглашаю вас поразмышлять над этим вместе со мной. Все это происходит из-за того, что мы боимся, что что-то либо не произойдет, или наоборот, произойдет. Страх действует в то время, когда вы искушаемы эмоциональным расстройством. Главная цель врага — загнать вас в угол страха. Подумайте о том, как мы реагируем в определенных ситуациях. Мы отвечаем со злостью. Но злость — это всего лишь выражение вашего страха. Вспомните те случаи, когда вы злились, и спросите себя, «Чего я боюсь? А не на что я злюсь? Чего я боюсь?» Потому что вы выражаете свой страх, и делаете это через злость. Волнение и эмоциональное расстройство являются сферой, где правит страх. И когда вы позволяете себе волноваться, то в то же время вы позволяете себе бояться. Когда вы позволяете себе волноваться и пребывать в эмоциональном расстройстве, то вы позволяете волнению принести с собой страх. Когда вы позволяете себе волноваться и остаетесь в таком состоянии, вы открываете дверь и страху. Когда вы впускаете в себя беспокойство и продолжаете пребывать в этом состоянии, то таким образом вы открываете дверь для страха. Каждый раз, когда я вижу, как ко мне пытаются прийти волнения или тревоги, я знаю, что все это ради страха. Враг знает, что если он сможет загнать вас в угол страха, то он сможет вами управлять. Сатана не может действовать там, где нет страха. Но там, где он есть, Сатана начинает действовать. Помните, как на эту тему говорится в книге Иова? Это сказал сам Иов. «То, чего я боялся, больше всего постигло меня». Поэтому страх действует в этом вопросе так же, как и вера. Он осуществляет то, чего в вашей жизни до этого не было. То, чего вы больше всего боитесь, не может сбыться, если в вашей жизни нет страха. И ключ в этом вопросе — это научиться правильно реагировать на искушение эмоциональных расстройств и волнений. А теперь давайте вернемся к первому стиху. Прочитаем Иоанна 14.1. Я хочу убедиться в том, что вы понимаете всю картину, прежде чем дам вам решение. Прочитайте первый стих вместе. Иоанна 14.1. Готовы? Читаем. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте». В расширенном переводе говорится, «Не позволяйте своим сердцам тревожиться. Не позволяйте им страдать. Не позволяйте им волноваться». Опять же, за это ответственны вы. Понимаете? Нет смысла говорить, «Боже, убери от меня волнение». Вы ответственны за это. Вы должны возрасти и разобраться с этим. И Библия говорит, «Верьте, прислушивайтесь, доверяйте и полагайтесь на Бога. Верьте, прислушивайтесь, доверяйте и полагайтесь на Меня», говорит Господь. «Это просто потрясло мой дух, когда я это увидел». «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога». «Веруйте в Бога». Теперь я это понимаю. Я понимаю, что там, где в вашей жизни есть неверие, там же будет и страх. Потому что главный страх, который сатана хочет навязать христианину, это страх того, что то, что обещает Слово Божье, не сбудется. Это главный страх. Враг хочет нас заставить бояться того, что обещания Бога, данные в его слове, не сбудутся. Это главный страх. И если посмотреть на эти сферы неверия, сферы, о которых ясно говорит Писание, то вам придется научиться становиться на Слово Божье и доверять Ему. И когда волнение придет для того, чтобы противостоять тому, во что вы верите, то ваше доверие, ваша уверенность в Слове Божьем избавит вас от искушений и волнения. Поэтому, когда приходит волнение, вы должны заявить о том, во что вы верите. Это то, что обычно делаю я. И это мне очень помогает. Однажды мы разговаривали с кем-то о мыслях, и этот человек сказал, «Невозможно контролировать свои мысли». А я подумал, «Но как бы то ни было, вы не можете запретить птицам летать у вас над головой, но вы можете не позволять им построить гнездо у вас на голове, не так ли?» И то же самое относится и к волнению. Бывают моменты, когда оно проносится у вас в разуме, но вы должны убедиться в том, что оно не совет там гнездо. Вы должны убедиться в том, что оно не создаст там себе убежище. Что я имею в виду? Знаете, бывает, сталкиваешься с разными ситуациями, слышишь разные вещи, проходишь через разные обстоятельства, и все это оседает в тебе. И бывают моменты, когда вы принимаете решение, поддаться волнению или нет. Вы должны научиться реагировать, когда в ваш разум приходит негативная мысль. Знаете, что это атака на ваш разум. Что вам делать, когда негативная мысль приходит в ваш разум? Вы должны открыть уста и провозгласить Слово Божье, не так ли? Посреди искушений волнением и тревогой вы открываете свои уста и провозглашаете Слово Божье о мире. Вы должны поступать так, потому что волнение и эмоциональное расстройство призваны к тому, чтобы лишить вас внутреннего мира. Поэтому вы должны сразу же правильно реагировать. Когда приходит волнение, говорите, «Боже, благодарю Тебя за мир». Просто скажите это вслух. «Отец, я благодарю Тебя за Твой мир». Что вы тем самым провозглашаете? «Мир». Мне очень нравится одно определение. Я уже давно его применяю. Оно обращено ко мне. Одно из определений мира — это безопасность посреди бури. Безопасность посреди бури. Разве волнение не является бурей в разуме? Но мы имеем безопасность посреди бури. Я должен знать, что я нахожусь в безопасности посреди эмоционального волнения. И чтобы в моей голове не пыталось принести волнение или страх, что-то, что сказал Бог, не сбудется, я должен открыть уста, пленить эту мысль и сказать, «Все будет хорошо. Все будет отлично». Кто-то сделал что-то, машина сломалась, и вы думаете, «Как вам добираться завтра на работу?» Но «Все будет хорошо. Все будет отлично». Кто-то может сказать, «Что-то мне не хочется говорить ничего позитивного». С вами такое бывало? Не нужно поднимать руки. У меня бывали моменты, когда мне не хотелось провозглашать местописание. Но вот что я хочу показать вам сегодня. Суть не в том, чтобы говорить позитивное с целью казаться позитивным. Вся суть в понимании того, что когда к вам приходит волнение, вы должны провозгласить Слово Божье. Та власть, которая есть у нас, христиан, находится в словах, которые выходят из наших уст. И если в этом кроется наша власть, то знайте, что враг пытается научиться управлять вашими устами и делать так, чтобы вы говорили то, что принесет в вашу жизнь лишь трудности. Люди каждый день просыпаются и думают, «Почему у меня такая жизнь? Почему все идет не так? Почему?» Но если вы вернетесь ко всем моментам волнения, которые заставили вас посеять семя, которое должно было принести что-то в вашу жизнь, дамы и господа, то вы поймете, что за все это отвечаете вы. Вы скажете, «Как такое может быть?» Все настолько просто, елки-палки. Я знал, что эта машина никогда не будет работать как надо. Да-да-да-да-да. И теперь вы неделю тратите на то, чтобы ее починить, вместо того, чтобы сказать, что то, что принесло бы вам пользу, все будет хорошо. Бог творит сейчас что-то хорошее в моей жизни. И когда вы так реагируете, происходит две вещи. Первое. Вы высвобождаете слова, которые принесут пользу. Второе. Вы удаляете волнение. Вы удаляете волнение, говоря что-то позитивное. Прошлый четверг выдался очень интересным. Я съел что-то, что мне принесли. Когда мне принесли это блюдо, то оно было чудесным. Оно было просто изумительным. Но на следующий день в моем желудке появилось что-то, что не было согласно с моим вчерашним утверждением. Раньше со мной такого не происходило. Я мог целый день ходить и говорить о том, как плохо мне будет. О Боже! Но я уже знал, что не имеет значения, как я себя чувствую, когда я становлюсь за кафедру. Просто приведите меня туда, куда я был призван. И я буду исцелен. И так и было. Я встал за кафедру, и на меня навалился жар. Я встал, принял витамины и все остальное, но не думал о своем животе. Всем вам известно, что бывает, когда принимаешь слабительное и прочие препараты, чтобы прочистить желудок, вы начинаете нервничать, не так ли? О Господь! И так я встал, и меня бросило в жар из-за лекарств. Но в то же время я сказал, «Господь, такого не может быть! Мужа Божьего не может рвать за кафедрой!» Я посмотрел на Джереми и попросил, «Принеси мне воды!» Я быстро выпил воду и медленно начал проповедовать. «Знаете, я хочу это исправить!» Сегодня я буду начинать медленно, чтобы убедиться, что вы ничего не упустили. Я знал, что за меня молятся ходатайи, и верил, что что-то должно произойти. «Бог не оставит меня в таком положении!» Что мне делать? Извиниться и сказать, что сегодня я не могу проповедовать, что собрание отменяется, и увидимся вечером? Что бы это сказало о силе Божьей? Что бы это сказало о Божьем помазании? Обычно мне становится лучше, когда я хожу, поэтому я буду ходить. И когда я сделал первый шаг, меня занесло. Я пытался понять, куда я шагнул. Наконец-то я понял и остановился. Затем я начал проповедовать и смотреть на тех, кому я проповедую. И я забыл, о чем говорил. Кто из вас знает хоть стих из Слова Божьего? Хоть стих. Я получил место Писания от Бога. И когда я его принял, то на этом все закончилось. Все должно было уйти. Все должно было пройти и оставить меня. И я принял решение, потому что враг продолжал бороться со мной. Я встал, взял микрофон и сказал, «Слава Господу!» Бах! И вдруг микрофон выключился. Свет погас. Люди начали кричать. А я просто сел и подождал, пока свет включится снова. Я принял решение и сказал, «Знаешь, дьявол, я вижу, тебя так волнует тот факт, что я буду учить этих людей Божьему Слову и наставлять их в нем». Парень за органом хотел что-то сыграть, но я сказал, «Не делай этого». Это американская традиция. Я не хочу, чтобы люди следовали ей. Ведь для того, чтобы измениться, им нужно услышать Слово Божье. Нельзя изменить свою жизнь, если ты не меняешь свой разум. И на этом день закончился. Я проснулся на следующее утро и решил, что сегодня дьяволу придется не сладко. Я собирался сделать так, чтобы он ответил за все, даже за каждую мысль, которая была. Вы понимаете, о чем я говорю? Я буду учить, кричать, прыгать, учить, объяснять, давать определение, кричать, прыгать, объяснять, учить. Я дам им полное представление о пятигранном служении. Я буду пророчествовать небесам, буду пророчествовать земле, буду связывать тьму и высвобождать ангелов. Все это ждет вас. Возможно, вам придется переехать в другую страну. Вы слышите, о чем я говорю? Вся суть в том, как вы реагируете на волнение. Что вы скажете, когда придете домой, а собака начнет тревожить вас? Одна из моих собак тревожила меня. И я отдал ее другим. Я не собирался это принимать. Я взял другую собаку, которая меня не тревожила. Пока, песик. Таффи спросила, а где та собака? Я говорю, ее нет. Она говорит, но мы же с ним даже не попрощались. Очень жаль. Я не собираюсь волноваться или тревожиться из-за того, кто будет позволять моему рту открываться и начинать битвы в жизни. Потому что я не собираюсь спокойно терпеть волнение. Иногда, когда вы говорите с кем-то по телефону, а они ведут разговор не в ту сторону, достаточно сказать, мне пора. Что? Мне пора. Слава Господу. В чем дело? Не в чем. Мне просто нужно положить трубку, потому что ко мне пришла мысль. Пойдите, найдите словарь и отволнение. Иногда, когда вы говорите с кем-то по телефону, а они ведут разговор не в ту сторону, достаточно сказать, мне пора. Что? Мне пора. Слава Господу. В чем дело? Не в чем. Мне просто нужно положить трубку, потому что ко мне пришла мысль. Пойдите, найдите словарь и ответьте на эти слова. Жизнь слишком коротка, чтобы позволять людям тревожить вас. Я сам выбираю, буду ли я счастливым или буду жить в стрессе. Лично я выбираю стать счастливым. Я не буду жить в стрессе. И до 70 лет не умру из-за других людей. Кто-то скажет, «Знаете, брат Доллар проповедует перекрученное слово». Вы правда так думаете? Вы не обязаны слушать. «Лети, маленькая птичка, лети, лети!» Вы понимаете, о чем я? Вы никогда не переживаете полной свободы, если не примете решение не позволять своему разуму волноваться. Я не буду волноваться. Я не буду тревожиться. Я буду делать то, что должен. Я доверяюсь Богу. Я буду верить Ему. Я сделаю это. И буду развиваться. Буду делать это и дальше. Именно так я поступил в отношении своих дочек. Я спросил Таффи, «Где они?» Ну, они пошли сюда, а потом туда. Знаете, я обычно садился и начинал за них переживать. Но теперь я стал открывать свои уста и говорить, «Велик мир у моих детей! Ты наблюдаешь за ними, Господь!» Я призвал на них кровь Иисуса, доверял их Богу и шел спать. Почему? Потому что я не собираюсь волноваться. Я не собирался позволять эмоциям управлять моей жизнью и позволять волнением приходить в нее, ведь в этот момент ко мне может обратиться Дух Святой. Некоторые люди спрашивают меня, «Пастор, как вы считаете, я должен так поступить или нет?» Я отвечал, «Слово Божье говорит так и так, и поэтому нет». А затем они возвращались и начинали со мной спорить. Но я уже сказал им все, что должен был сказать. Однажды подобное было с Орелом Робертсом. Я не понимал, что он делал, но я видел, как он делал это несколько раз. И один раз это было в случае со мной. Наверное, я волновался, и он принял решение, что никогда больше не будет говорить на эту тему. Он говорил со мной об этом, а затем написал письмо, в котором сказал, что больше не будет об этом говорить. Я спросил его, «Брат Робертс, а как насчет того и этого?» А он повел себя так, словно я ничего не говорил. Он перевел разговор на другую тему и даже ничего не сказал мне об этом. И я подумал, «Понял, не идиот». Однажды мы с ним пошли в магазин, и к нам подошел парень и спросил, «Чем я могу вам помочь?» Я сказал парню, «Он скажет тебе конкретно, чего он хочет. Тебе нужно будет это принести. Если ты не поймешь с первого раза, то он сразу же уйдет». И он говорит, «Я хочу белую рубашку с двумя пуговицами тут, с воротником и пуговицей вот здесь». Он сообщил ему размеры, длину рукав и все остальное. Я сказал, «Принеси ему то, что он просил». Но продавец решил действовать по привычке и постоянно сновал перед лицом Орелла. А Орелл сам был немаленьким, и он, сложив руки на груди, сказал, «Все, теперь вы говорите сами с собой». И он ушел. Он не собирался волноваться или тревожиться, потому что помазание на его жизни было намного больше, чем вопрос тревоги или волнения из-за рубашки. Он просто не позволял себе волноваться. И мы должны поступать так же. Мы не можем позволить себе бояться. Мы должны взять власть над волнениями. Как? Во-первых, открывая уста и провозглашая то, что мы знаем из Писания. Я верю в Слово Божие, которое говорит, «Да не тревожится сердце твое, веруйте в Бога». И когда к вам приходят проблемы или волнения, вы должны заявить о том, что то, во что вы верите, противостоит волнению. Каково ваше заявление веры? Когда вы волнуетесь, тревожитесь, во что вы верите, провозгласите то, во что вы верите. Если вы не можете вспомнить, что провозгласить, то провозгласите то, что вы верите в мир Божий, а затем поищите место Писания, которое противоречит пришедшему волнению. Кроме того, вы можете столкнуться с финансовыми волнениями. Смотрите, когда они к вам придут, «У меня нет денег, чтобы сделать это», «У меня нет денег, чтобы сделать то». Не говорите этого. Провозгласите то, во что вы верите. Вы верите Богу? Провозгласите, что вы верите Ему. «Я верю, что все мои нужды будут восполнены». «Я верю, что все мои нужды восполнены». «Я верю, что выберусь из долгов». Я верю, что имею намного больше. Я верю, что мой прорыв не за горами. Слава Господу! Провозглашение веры удалит от вас всякие эмоциональные проблемы, волнения и страхи. Но вы должны открыть свои уста и выступить против волнения, иначе вы так и будете эмоционально неуравновешенным. И вы приходите в церковь. Большинство людей приходят в церковь взволнованными, и даже если они не взволнованы, когда сюда приходят, а не взволнованы, когда отсюда уходят. Ну а как использовать благодарение в качестве оружия против того, чтобы быть взволнованным, боязливым, запуганным, робким? Как использовать благодарение? Знаете, люди воспринимают это как нечто само собой разумеющееся. Я не прошу вас приходить в церковь, слушать то, что я говорю, а потом, уходя, ничего не делать. Я пытаюсь помочь вам в решении ваших проблем на основании своего опыта. Вы понимаете? Я служу вам на основании своего опыта. Я постепенно решаю свои проблемы. Эта проблема волнения держала меня в несвободе больше 20 лет. И самая большая свобода, которую вы можете обрести, когда вы примете решение, такого больше не будет. Так не будет продолжаться. Пару недель назад я решил, что больше не позволю этому происходить. В мире происходит много чего, и я как лидер должен слышать об этом и видеть это. Но я могу делать это, не будучи в конечном итоге измотанным, чтобы, когда я приду к вам, я не был настолько взволнован, что нервно скажу, «Давайте-ка откроем Библию!» «Открывайте Евангелие от Иоанна!» Третью главу, второй стих. Да побыстрее! Вы скажете, «Да что на него нашло?» Нет. Ко времени, когда будет происходить излияние Духа Божьего, я хочу быть счастливым. Сейчас время, когда произойдут величайшие вещи из всех, что происходили на земле. Я не собираюсь упустить то, что хочет сказатель и сделать Бог, из-за того, что я взволнован с чьими-то действиями. Знаете, я благодарю Бога за свою жену. Если вам удастся ее разволновать, вы заслужите миллион долларов. Иногда такое бывает, но я не видел ее в таком состоянии. Она просто ни из чего не делает проблему. Знаете, даже когда мы куда-то идем, бывает, что она даже и не знает, куда, и все нормально. Мы идем туда, куда, как мне кажется, надо идти. И если не находим, что нужно, я кому-то звоню. Почему ты не позвонил до того, как выйти? Мы могли бы получить точные указания, и тогда знали бы, куда нам нужно идти. Почему ты просто не позвонил до того, как выйти? Я отвечаю, «А так ты тоже не знаешь, куда идти?» Она смотрит на меня и говорит, «Чего ты так волнуешься?» Если она куда-то идет, бывает, она не знает, куда. Ну, вот такая у меня жена. Мы просто идем, хотя и не знаем точно, куда, и находим это место. Я беру телефон, звоню 411, и мы выясняем, куда надо идти. Это приносит результат. Такое было и сегодня. Мы собирались в Нью-Нан. Я спросил жену, «А где находится это место?» Она ответила, «Не знаю». Я сказал, «Хм, легче было бы позвонить, разве нет?» Она сказала, «Ну, ты можешь позвонить и сейчас?» И можно хорошо провести время. Раньше начался бы спор. Началось бы волнение и беспокойство. И знаете что? Мы добрались туда и сделали все, что нужно. И я сказал себе, «Ну и забудь про волнение». Забудь, все это направлено на то, чтобы украсть у тебя радость, счастье и здоровье, и, возможно, много чего еще. Так что ты даже и не будешь знать, что с тобой такое. И почему у тебя постоянные приступы раздражения. Остынь, брат. Просто радуйся жизни. Выпей бутылку воды, пожуй жевательную резинку, и не волнуйся. Если вы не знаете, что сказать, приучите себя говорить. «Все будет хорошо». «Все нормально». «Все замечательно». «Все будет отлично». «Все будет хорошо». Что вы тем самым делаете? Вы проговариваете слова, которые помогут вашему будущему, вместо слов, которые ему помешают. Мужайтесь, да не смущается сердце ваше. В мире скоро произойдет много чего. Эти события вот-вот произойдут. Скоро будут сбываться пророчества, и нам просто необходимо верить Богу. Воскликните. «Я верю Богу». «Я доверяю Ему». «Я уповаю на Бога». «У меня в сердце есть мир». Помните, я уже говорил, что это будет ваша битва. Если вы сможете победить то, что вот здесь, вы сможете победить и все остальное. Но если вы не сможете победить себя, тогда вы не сможете победить и то, что будет вам противоборствовать. Вам нужно одержать победу в своей жизни. Вам надо победить самого себя. Хвала Господу. Моя жена говорит мне, «Да, ты уж точно спишь спокойно». Это потому, что я не волнуюсь. Я не ложусь спать обеспокоенным. Я говорю себе, «Все будет просто хорошо». «Все будет нормально». «Все замечательно». «Вы понимаете?» «Все хорошо». «Аминь». Повернитесь к своему соседу и скажите, «Все хорошо». Возможно, вы говорите, «Ну, знаете, вам-то легко говорить, а у меня вот нет работы». Но с негативным настроем вы ее не получите, потому что вы позволяете волнению отталкивать от вас вашу работу все дальше и дальше. Вместо негативных слов начните говорить, «Я благодарю Бога не только за то, что у меня будет отличная работа, но также за то, что следующая работа будет лучше прежней. Хвала Господу. Я ее скоро получу». Вот что надо говорить. Развивайтесь в этом, леди и джентльмены. Причина, почему я об этом проповедую, в том, что в своем процессе развития я понял, что возможности развиваться представляются каждый день. И если вы будете каждый день принимать вызов и использовать проблемы для своего развития, тогда вы будете придавать меньше значения тому, что выступает против вас, потому что вы будете использовать испытания для своего развития, понимаете? В том числе и в браке. Если ваш супруг в данный момент не очень хорошо себя ведет, то это может взволновать вас. И не говорите ему, «Ты просто очень злой». Не позволяйте этому волновать вас, потому что, вероятно, и вы ведете себя плохо. Перестаньте. Скажите, «Боже, я верю Твоему слову. У меня хорошая жена. У меня хороший муж. У меня прекрасный брак. Я буду провозглашать для него самое лучшее и буду верить в самое хорошее о моем браке». Говоря так, вы будете притягивать к себе Божьи благословения вместо того, чтобы отталкивать их своими негативными словами и реакцией. Второе послание Петра, 3 глава, 14 стих. Это важно, потому что пришествие Христа близко. И удивительно, что говоря о том, что «оно грядет», апостол говорит о том, чтобы не волноваться и быть готовыми. Смотрите. Начну с 1 стиха, 3 главы 2 послания Петра. Это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные. В них напоминаем, возбуждая ваш чистый смысл. Видите, он говорит, что возбуждает их чистый смысл через напоминание. Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели. Поступающие по собственным своим похотям. Насмешники. Такие встречаются, не правда ли? Может быть, вы и не замечаете, но надо мной все время насмехаются. То есть я вижу много этих насмешников и ругателей. Но меня это не беспокоит. Раньше беспокоили. Но апостол сказал, «В последнее время вы увидите ругателей, которые будут насмехаться, они будут поступать по своим плотским желаниям. и говорящие, где обетование, пришествие и его». О, я видел такое в Нью-Йорке. Те из вас, кто живут в Манхэттене, наверное, видели этот плакат, на котором было написано, «До сих пор мы неплохо обходились и без Иисуса». Так зачем он нам сейчас? Апостол продолжает, «Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, он начал творение. От начала творения все остается так же». Такие люди сознательно пребывают в невежестве о том, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому что тогдашний мир погиб. Тогдашний мир. Вы, учась в школе, наверное, изучали про допотопный период, потому что тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибли нечистых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные. То есть вам следует это знать, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. В книге пророка Осии сказано, что после двух дней, то есть двух тысяч лет, Бог оживит нас, и через три дня, то есть... то есть через три тысячи лет, Он возьмет нас к себе. Не так давно мы перешли в третье тысячелетие, третий день уже начался, так что восхищение церкви может произойти в любой момент. И апостол говорит, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, то есть к изменению в уме и направлении. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. И если так все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни и благочестии вам? Поскольку такое произойдет, каким человеком вам следует быть? Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, поскольку все это произойдет, возлюбленные, ожидая сего, подщитесь явиться перед Ним, неоскверненными и непорочными в мире, «Я изучал это местописание». И послушайте его в расширенном переводе. Итак, возлюбленные, поскольку вы ожидаете этого, позаботьтесь о том, чтобы Он нашел вас, когда придет, без пятной порока и в мире, в ясной уверенности, свободными от страха, волнующих страстей и моральных конфликтов. Павел сказал, поскольку все это произойдет, то вот какими нам следует быть. Свободными. Прежде всего, мне очень нравится, как апостол говорит, и он использует слова, «в ясной уверенности». Ясная уверенность — это то, о чем сказал Иисус. «Веруйте в Бога, и в Меня веруйте. Пусть у вас будет уверенность в Слове Божьем и мир Божий. Не беспокойтесь и не волнуйтесь». Понимаете, видя все, что происходит на земле, я все равно не буду волноваться, потому что я знаю, что Иисус скоро вернется. И когда Он грядет, мы будем пребывать в мире и безопасности, благодаря тому, что мы верим в Его Слово. И в то время еще останутся те, кто верит в Слово Божье. Воскликните. Я один из них. Я верю в Слово Божье. Вы услышите много чего. Вы услышите много чего, что и не думали услышать. Вы увидите такое, что и не думали увидеть. О, Боже, даже избранные будут падать, как костяшки домино. все направлено на то, чтобы вы лишились мира, безопасности и веры в Слове Божьем. Против верующих развернута мощная атака, направленная на то, чтобы мы перестали доверять Слову Божьему. Но вы должны принять решение. Даже если мне придется пройти огонь и воду, я не отступлюсь. Я верю Слову Божьему. Независимо от того, кто там перестал ему верить, мне все равно, кто там упал. Независимо от того, что произойдет, я не уступлю. Я верю в крещение, верю в Святого Духа. Я верю в говорение на языках. И я не изменю свою веру. Я верю в Божью любовь, в Слово Божье, в плоды Духа. Я не изменю свою веру из-за того, что какой-то странный человек в телепередаче наговорил о ней кучу странных вещей. Вот на что направлена атака. Выбить вас из колеи и заставить спорить о том, о чем вы уже знаете, что это истина. Я пребываю в вере и все так же верю, что если вы жертвуете, то Бог восполнит ваши нужды. Аллилуйя! Я все так же верю в возложение рук, в изгнание бесов и говорение на иных языках. Я верующий. Я все так же верю. Никто не заставит меня измениться в этом. Я буду пребывать в Слове Божьем, ведь оно единственное, что избавило нас от нелепых ситуаций в нашей жизни. Если бы не Слово Божье, некоторые из вас были бы уже мертвы. Слово Господа единственное, что придает смысл бессмысленным ситуациям. Даже когда кто-то умирает молодым, и это окажется нелепым, я все равно не оставлю Слово Божьего. Я не оставлю его и держусь его. Я не оставлю Слово Господа. И оно говорит мне не волноваться, так что мне нужно меняться. Кто-то спросит, для чего мне нужно меняться? Если изменюсь я, изменитесь и вы. Я не могу ожидать от вас, что вы изменитесь в области, в которой я не изменился. Всем нам следует становиться лучше, но я обязан это делать. Вы обязаны это делать. Потому что, если я буду это делать, тогда я смогу проповедовать больше откровений о том, что я знаю не только о том, что я увидел в Писании, но и о том, что я о нем знаю. Говорю вам, я занимался этим вопросом, и послушайте, что я обнаружил. Надо не просто сидеть и быть спокойным. Надо открывать свои уста и провозглашать свой мир. Аллилуйя! Хочу вас предупредить. Не ждите, что после того, как вы в течение часа послушали мою проповедь, враг не появится и не будет вас проверять. Ходите в любви. Если завтра ваша индюшка получится слишком сухой, выдавите на нее лимонный сок, соус, кетчуп, а потом жуйте и наслаждайтесь. Аллилуйя! Аминь! Но я... Я не буду волноваться. Знаете, много лет назад кто-то сказал мне, на вашем месте... Я бы такого не говорил. Почему? Потому что, если вы будете так говорить, то разозлите дьявола. Что, правда? И потом, дьявол все время что-то делает. Ну, конечно, он занят делами больше, чем некоторые из нас. Но сделайте провозглашение. Провозгласите. Я выбрался из долгов. Кто-то из вас знает, какое это бодрящее чувство, когда у вас есть вера. Вы живете по ней. И вот кто-то дает подтверждение, и внутри вас что-то происходит. Верьте Богу. Провозглашайте несуществующее, как существующее. Стойте на Слове Божьем, пока не получите то, что говорите. Аллилуйя! Обращайтесь к своей горе. Ввергните ее в море. Не сомневайтесь в своем сердце, и тогда у вас будет все, чего не пожелаете. Сейте семя и верьте Богу. Держитесь этого места Писания. Размышляйте о Слове Божьем день и ночь, пока путь ваш не станет успешным, и вы не обретете преуспевания. Меня это очень ободряет. Почему? Потому что это моя вера. Так поступают люди веры. Мы не паникуем, и не начинаем говорить слова сомнения и неверия. Мы делаем то, что говорит нам Слово Господа. И люди смотрят на нас, как на лишившихся ума. И знаете, в чем истина? Мы отказались от мирской мудрости и обрели ум Христов. Слава Богу! Не знаю, говорил ли я вам определение совершенства. Я вам не говорил? Вы уверены, что не говорил? Тогда вот оно. Совершенный брак, совершенный человек, совершенная жизнь определяется вашей решимостью развиваться, возрастать и изменяться. Да. Если вы все время меняетесь, возрастаете, если вы все время исследуете свою жизнь, если вы развиваетесь, это и есть совершенство. Совершенство — это не безупречность, это решимость постоянно изменяться и развиваться в Слове Божьем. Брак, в котором супруги решили измениться, это брак на пути к совершенству. Почему? Потому что они решили идти по направлению к совершенству, они решили возрастать в Слове Божьем и позволять ему развивать их. А вот когда вы подумали, что уже всего достигли, когда вы думаете, что все уже знаете и делаете все правильно, тогда вы попали в беду. Каждый год я хочу узнать, насколько я изменился. Поэтому в конце каждого года я устраиваю встречи со своими духовными сыновьями и дочерьми. Мы встречаемся каждый раз в понедельник, вторник или среду, и мы с Таффи говорим о том, как мы развивались в уходящем году, чему мы научились, что для себя открыли, через что прошли. Я восхищаюсь теми из вас, кто прошел земной ад, но не остался там и вернулся. О, Я люблю вас и очень горжусь вами. Я не хочу знать, что вы сделали и что именно вы совершили. Да и никому нет до этого дела. Все, что меня заботит, это чтобы вы не остались жить в грехе, а вы в нем не остались. Никто вас не судит. У всех свои проблемы. Я рад, что вы не увязли в своей проблеме и сказали, «Знаете что?» «Да, я упал, но я поднялся». «О, да! О, да! Да! Я вижу вас на небесах». А вот того, кто думает, что уже достиг совершенства, мы там не увидим. Он живет в самообмане. Всякий человек, который думает, что ему уже нечему учиться, обманут. В ум такого человека проник дьявол, и знаете, есть разница между тем, чтобы что-то знать и что-то делать. Я много чего знаю, но без соответствующих действий это не принесет мне благословения. То, что я делаю, вот что принесет мне благословение. Так что я рад тому, что учусь большему. Слава Богу! Слушайте внимательно и не отвлекайтесь. Потому что иначе может быть такое, что в другой раз я выйду проповедовать, а вы ничего не будете понимать, потому что я стараюсь говорить на основании уже сказанного. Поэтому я и прошу церковь не отвлекаться от того, что я говорю. Будьте со мной в виде на мысли. Бог сказал мне это на прошлой неделе, и я буду делиться этим с вами. Субтитры сделал DimaTorzok